Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал и спасибо, что смотрите это видео. Сегодня я хочу рассказать вам о четырех прекрасных ароматах, которые есть в моей коллекции. Это видео смело назову моя коллекция парфюмов шедевры, часть вторая, потому что каждый из этих ароматов неповторим. Для меня они очень дорогие, они для меня абсолютно уникальны и необычны. И если вы парфюмерный маньяк, то оставайтесь со мной. Вообще для меня было огромной неожиданностью то, что последнее видео в моем плейлисте, где располагаются видео с моей коллекцией парфюмов, такое последнее видео я выкладывала в сентябре. Для меня это было большим открытием, я думала, что это было совсем недавно и еще не время выкладывать новое видео, но оказалось, что уже в общем-то пора. Итак, первый парфюм, которым я сегодня вам расскажу, вот они у меня собственно здесь все стоят. Это будет замечательный Май Бёрбери от Бёрбери. Вот такой чудесный, была потрясающая рекламная компания Скейт Мосс и Кары де Левинь. Такая вот крышка интересная, как большая пуговица, очень объемная. Это парфюм 2014 года, и сейчас я вам прочту его композицию, пирамидку. Верхние ноты это сладкий горошек, бергамот, мандарин, грибфрут и лимон, мои любимые цитрусы и душистый горошек я тоже люблю. Ноты сердца это герань, белая фрезия, айва, маракуйя, персик, зеленые ноты, горденья и в базе почули, роза, кожа, фиалка и мускус. Вообще, мои самые любимые парфюмы, любимые ароматы, это все, что пахнет кожей. Это Том Форд Тосканская кожа, это Аквадепарма Пелли Вера, это еще два аромата, которые я вам сегодня покажу, которые для меня все-таки немножко ассоциируются с кожей. И я очень люблю вообще запах кожи, натуральной кожи, натуральных кожаных вещей, сумок, кошельков. И это просто для меня самый потрясающий парфюм на свете. Максимально этот аромат все-таки приближен к действительности у Аквадепарма. Там просто натуральные куски кожи или замши, это потрясающе. Майк Бёрбери аромат, который мне сначала не очень понравился. Я не могу сказать, что я ожидала от него большего, меньшего, другого нет. Это аромат очень праздничный, это очень звонкий аромат. Но дело в том, что я не любитель сладких ароматов, а этот аромат очень сладко-цветочный, с фруктовой серединкой, с фруктовым сердцем. И это невозможно не заметить. Я очень рада, что лично я не ощущаю здесь герани. Для меня здесь очень много душистого горошка, он супер такой явный. Мне очень нравятся цитрусовые ноты, они очень поднимают настроение, они очень бодрят. И этот парфюм, конечно, он роскошен, что я могу сказать. Он очень необычный, я считаю, что его легко узнать в толпе. Он какой-то очень своеобразный, очень стойкий лично на мне. Ну, в общем, это такой букет, это такой сад цветущий абсолютно. Мне кажется, что здесь этот парфюм немножко мокрый, поэтому есть какие-то влажные ноты. Поэтому это похоже на сад после дождя. Огромное количество цветов, огромное количество красок, очень сочный. В общем, мне очень нравится. С первые несколько дней, когда я его носила, у меня было ощущение такое удушливое. Мне казалось, что со мной постоянно присутствует освежитель воздуха, какой-то ландыш от новой зари, знаете, какой-то такой ландыш серебристый. Но потом нет, потом я привыкла, потом я как-то поняла, я распробовала этот аромат. Он абсолютно не прямолинейный ландышевый, он очень необычен и многогранен, я бы сказала. В общем, вкусный, вкусный. Обязательно попробуйте, если еще не пробовали. Майбербери, я очень рада, что у меня есть в коллекции. Я им поднимаю настроение в холодную, дождливую, серую погоду, когда лужи, ветер, тучи. И просто хочется спать. Один, один пшик этого аромата способен поднять настроение, зарядить бодростью, желанием жить. И, ну это да, это такое солнце, это такой букет цветов в бутылке. В общем, порадуйте своих женщин к 8 марта. Мне кажется, что многим понравится. Следующий парфюм, который я обожаю. Я считаю, что в моей коллекции это самый сексуальный аромат. Это Narcissa Rodriguez, Narcissa Rodriguez, как хотите. For her. Это у меня Mask Collection Intense. Ede Parfum. В общем, здесь 55 мл. Мне нравится упаковка. Я считаю, что это стильно, это красиво, это гламурно, достаточно наконично. И в то же время достаточно сдержанно, несмотря на такой плеск и перелив. Это потрясающий цветочно-древесно-мускусный аромат 2009 года. Я считаю, что его ни с чем невозможно перепутать. Я считаю, что его невозможно не заметить. Я считаю, что не обратить внимания на этот парфюм просто нельзя. На этот аромат очень обращают внимание мужчины. Я считаю, что он действительно настолько сексуальный и настолько роскошный. Он абсолютно, ну даже не сравнится с агент-провокатур. Понимаете, вот агент-провокатур это не для всех. Это какая-то такая... Нет. Нет. А здесь это просто обалденно шикарный аромат. Очень вкусный. Очень... Для меня это пудровый аромат. Для кого-то он пахнет лекарством, для кого-то он пахнет клопами. Честно говоря, только каких отзывов не начитаешься. В нем есть что-то такое травянистое, но давайте почитаем пирамидку. Верхний нот это жасмин, африканский апельсиновый цвет, иланг, иланг. Сердь это мускус и амбра. И в базе ветивер, ваниль, белый мед и древесные ноты. Он великолепен, он великолепен. Из-за всего, мне кажется, мускус и амбр делают его безумно чувственным, безумно горячим. Он прекрасен в любое время года. Тоже считаю, что он скорее для весны и для осени. В холод, мне кажется, он немного теряется. А в жару может быть удушающим для кого-то. Но все-таки мне очень нравится это ощущение, нести на себе этот парфюм. Вообще прекрасно. Я очень люблю Нерчис и Родригес. И вообще отношу их к нишевой парфюмерии. Потому что по качеству, по стойкости он держится просто неделю, этот парфюм. Не на коже, не на одежде. А следующий парфюм, который я вам покажу, это будет Серж Лютанс. Же де Пе называется он. Игра кожи. Аромат 2011 года. Вот такая прелесть. Вот такая чаровашка. У меня совершенно случайно даже сохранилась коробочка. Видимо, я хотела заснять видео. Сейчас будет невероятный засвет. Не знаю, что вам будет видно. Вот так вот, наверное, и лучше. Вот. Это парфюм, который... Он потрясающе необычный. У меня никогда не было вообще ничего подобного. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Я думаю, что ни с чем. Потому что я, в принципе, не представляю вообще более уютных, более теплых, более домашних, более интимных ароматов, который не несет сексуального подтекста вообще. Он не несет никакого вызова, никакой провокации. Ничего. Это просто парфюм, как пахнет должна женщина дома. Это какие-то булочки с корицей или с изюмом. Это какие-то пироги домашние, с хлеб. Это вообще... Давайте я прочитаю состав пирамидки. Верхний нот – это молоко и пшеница. Представляете? Это потрясающе. Сердце – это кокос, лакричник и бессмертник. База – это асмантус, абрикос, специи, сандалово дерево, древесные ноты и амбра. Молоко здесь есть. Но это не то, что молоко, а скорее какие-то сливки. Вот оно такое сливочное. Мне кажется, что кокос здесь вообще не чувствуется, а он как бы подыгрывает молоко и делает его еще более густым, более сливочным. И эта оболочка, она вот вас окутывает. Причем это довольно плотный аромат. Он нелегкий и не разбеивается там при первом дуновении ветра. Также здесь есть специи какие-то невероятные совершенно. И вот эта пшеница, это как-то запах хлеба. Но для меня это вот именно запах сдобы. То есть это не просто хлеб, а вот именно какие-то булочки, какие-то домашние пироги. Я обожаю этот парфюм в новогодние праздники, в Рождество, когда ты дома с каким-то красным свитером, с норвежским узором. Это просто потрясающий, уютный, великолепный аромат. Я вот в полном восторге. У меня вообще нет ничего похожего. Я считаю, что это абсолютно гурманский аромат. Я так рада просто, что он есть в коллекции у меня. Потому что это действительно тепло и уют. Это вот самый-самый теплый, самый уютный и самый домашний парфюм, какой вообще может быть. Я думаю, что он понравится и вашему любимому человеку. Я думаю, что он вообще никого не оставит равнодушным, потому что это очень необычный запах. Это ни цветочки, ни карамелька, ни жженый сахар, ни какие-то древесные ноты, ни морские, ни свежие. Что-то абсолютно другое, абсолютно ни на что не похоже. Это, кажется, восточно-древесный аромат. Вообще он считается унисекс. Но мне кажется, что он вообще не унисекс, а это исключительно женский аромат. И он гурманский. Восточно-древесный? Нет, я вот как-то не чувствую. В общем, молоко, булочки, специи, дом, тепло, уют. Вот, очень-очень обволакивающий парфюм. Очень такой, не знаю, я первое время, когда им пользовалась, у меня было такое ощущение, что я постоянно пеку. То есть, у меня было такое ощущение, что у меня вот волосы и одежда пахнут так, как будто бы я вот целый день пекла тортики на кухне. Вот, и поэтому, мне кажется, его нужно все-таки поносить предварительно, прежде чем купить, вдруг вам будет казаться, что вы как бы грязная просто, вам надо срочно помыться. То есть, в этом парфюме для меня не хватает вот какой-то немножко чистоты, цветочности, может быть, или что-то, какой-то свежести, что может ассоциироваться с чистотой. Ну, вот он очень уютный и очень теплый. Потрясающий вообще лютанс. Жодепе, игра кожи. Ну, и последний парфюм, который я вам сегодня покажу, это, наверное, самый классный парфюм, который у меня есть. Он самый потрясающий, я его безумно берегу. На самом деле, я часто им пользуюсь, как бы, достаточно, но я просто безумно его обожаю. Вот так выглядит коробочка. Называется это венецианский купец. И конкретно мой аромат называется бидзентиум сэфрон, ну, то есть, шафрановый он у меня. Такая красивая коробочка, она как книжечка раскрывается. Посмотрите, как все это здорово, это очень красиво. Вот так все. Здесь вот такая вот бумажка. Сейчас я ее попробую подцепить. И вот здесь находился этот чудесный парфюм. Вот так выглядит бутылочка. Такая она красивая, с такими полосочками. По-моему, просто роскошество. И вот здесь это так все находилось в этой книжечке. Венецианский купец. Вообще прелесть и роскошь. И, ну, все. Это муранская коллекция. Аромат 2013 года тоже считается он унисекс. У них вообще практически все ароматы унисекс. И для меня это запах кожи. Вот это запах кожи. Замши. Он отличается от Аквади Парма. Он абсолютно не похож на Тома Форда. Это потрясающий замшево-пепельный, табачный какой-то запах. Я не знаю. Это очень специфический парфюм. Очень специфический. Он вообще ни на что не похожий. Я никогда не пойму, что он в себе несет. Но пользоваться им это просто блаженство. Так, здесь есть шафрам в составе почули, амбра, белая замша. Ну, да, вот он пахнет замшей. Он очень плотный. Он обволакивает. Ну, вот для тех, кто тащится, кто нюхает замшевые сумки, кто обожает запах вот, ну, кожи. Это вообще... Ну, как можно такое придумать? Вы знаете, он пахнет... Вот у него есть такая нота. Если вы в детстве пробовали черную жвачку из бересты, которая сделана. Вот она такая... Таким дегтем отдает чуть-чуть. Ну, вот не так, как дегтярная мыло, что у нее брови в глаз, а именно как жвачка дегтярная. Мне кажется, тут немножко есть дегать. Вот он... Это такой парфюм... Вообще я... Ну, это вообще... У меня нет слов. Замша. Да, он пахнет замшей. Вот не столько кожи, сколько замшей. И какими-то немножко специями. Это просто уникально. Вот просто уникально. Это просто шедеврально. Я не знаю, как это вообще можно было придумать. Я ничего никогда похожего не видела. Послушала его во Флоренции и просто все. У меня даже не было разговоров. Я обожаю кожаные вот такие ароматы. Я не считаю, что он унисекс. Мне кажется, что он сладковат для мужского парфюма. Но хотя... Нет, скорее это все-таки женский аромат. Но это просто потрясающе. Это очень красиво. Он очень вкусен всегда. Он не душит в жару. Несмотря на то, что аромат довольно плотный и обволакивающий. И он прекрасен и в холодную погоду, и летом. Он достаточно праздничный, достаточно будничный. Настолько... Ну, потому что замшевая обувь, замшевая сумка. Они уместны всегда и ко всему. Почему бы нет? Я вам постараюсь показать, что написано на этикетке. Вот, сделано в Италии. И вот так вот он называется. То есть шафран. Я не знаю насчет шафрана. Я шафран здесь не чувствую. Мне кажется, что вот Пачули и Амбра делают его более опять-таки таким теплым, таким каким-то манящим. Потому что замша, она сама по себе такая довольно холодная. Она какая-то отстраненная. Но чтобы он был более живой, мне кажется, здесь Пачули и Амбра. В общем, это потрясающий парфюм. Вот я считаю его действительно шедевром своей коллекции. Если просто будет возможность его попробовать, я могу только догадываться, сколько сейчас такие парфюмы стоят в России. Но если будет возможность хотя бы просто попробуйте, потому что это очень необычно и очень интересно. Это то, что совсем ни на что не похоже. То есть не ждите цветочков, не ждите свежести, не ждите пряности. Это вот что-то совершенно особенное. Такое было видео. Надеюсь, вам понравились мои парфюмерные. Ну, я уже не скажу новинки. Ну, в общем, парфюмы, которые я вам сегодня показала, напишите в комментариях, чем из перечисленного вы пользовались или хотите попробовать. Большое спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока-пока.